Архисложный и напряженный. Областные депутаты приняли главный финансовый документ в двух чтениях. На чем народные избранники сэкономили и какие статьи расходов оставили неизменными, узнала Юлия Шишкина. Ничего важнее бюджета. Негласный девиз 44-го заседания Саратовской областной думы. Депутаты еще раз скорректировали расчеты по уходящему году, одобрили новые поступления из федерального центра. 165 миллионов рублей на сельское хозяйство, 650 миллионов на перекредитование, нашли 60 миллионов рублей для саратовских спортивных команд и добавили средства региональному оператору на рассылку платежек. Но внимание всех приковано к докладу Николая Семенца о бюджете 2016. Выступающий не скрывает гордости. Сделано невозможное. В сложных макроэкономических условиях сверстан бездефицитный бюджет. Доходы равны расходам 68 миллиардов рублей. Бюджет, конечно, напряженный, эссенциально ориентированный, 76% направлен на эти цели. Но вместе с тем жизнедеятельность он нам обеспечит. Более того, что государственный долг остается в пределах 2015 года, и мы будем изыскивать возможности, чтобы сокращать средства на его обслуживание. В новом году депутаты обещают особенно пристально отслеживать такие темы, как переселение из ветхого и аварийного жилья, обязательность выплат зарплат бюджетникам и погашение долгов перед энергетиками, дорожниками и перевозчиками. 68 миллиардов рублей на год – не застывшая цифра, уверяют депутаты. Дополнительных поступлений ждут из федерального центра, а также поищут у себя, на чем бы сэкономить. Мы даже сегодня по инициативе губернатора Валерия Васильевича Радаева откорректировали перед принятием этого бюджета направление расходов. 20 миллионов сняли мы с информационного освещения деятельности органов власти, 20 миллионов с программы, и направили их на то, чтобы шли социальные выплаты по ипотечному коррестованию. Кстати, правительственных грантов в той или иной степени лишатся многие СМИ региона. Одна только телекомпания ГТРК «Саратов» в этом году получила из казны больше 20 миллионов рублей. В следующем году депутаты собираются не только экономить, но и зарабатывать. Например, за счет собираемости штрафов за административные нарушения. Сегодня существует путаница в полномочиях. Местные власти не рискуют, а полиция не горит желанием брать на себя административку. Пора навести порядок, решили депутаты. Принят к рассмотрению на заседание Саратовской областной думы закон, который налагает на органы полиции дополнительные полномочия по обеспечению охраны общественного порядка. В частности, это составление протоколов за нахождение собак без намордников, за приставание к гражданам, за гадание. В итоге проект нового бюджета принят во втором чтении большинством за с одним голосом против. На том же заседании депутаты одобрили кандидатуру Александра Буренина на пост зампреда правительства региона. Очень надеюсь на позитивную работу с вами. Спасибо за внимание. Буренин покидает кресло главы Саратовской администрации и теперь будет отвечать за ЖКХ, ремонт дорог, чрезвычайные ситуации в масштабах области. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.